Всем привет, с вами Doom. Сегодня посмотрим на комикс от DC. Это комикс под названием Batman. Земля 1. Книга 2. То есть прямое продолжение первой книги, которая у нас выходила уже почти, можно сказать, год назад. Я уже даже подзабыл события этой первой книги. Вот так она выглядела для тех, кто забыл, а может вообще, кто первый раз даже видит, слышит об этой серии. Вот такая книжка. По толщине они, по-моему, ну, Batman. Земля 1. Книга 2. Немного совсем. Чуть побольше. Практически незаметно. Это у нас книга от Джеффа Джонса. Рисунок Гэри Фрэнка и так далее. Сам Джефф Джонс написал. Нравится мне его работы. Такой логотипчик. Batman. Земля 1. Логотип DC Comics. С корешка выглядит вот так. Не знаю, почему вот азбука не пишет логотип DC сбоку. Например, как марвеловский, да, комикс делает и тут Марвел, и тут Марвел. Везде вообще Марвел. Тут никаких нет указаний. Просто логотип азбуки и книга 2. С задней стороны выглядит вот так. Такой типа знак вопроса горящий. Сама как бы книжка вся матовая. И вот лишь вот этот рисунок Бэтмен. Ну вот вам, наверное, сейчас будет видно, да, он как глянцевый, видите, переливается. А вот эта вся часть матовая. И вот чисто вот Бэтмен, и вот это как бы здание, вот это матовое. Остальное все... Ой, точнее, наоборот, глянцевое, это матовое. Ну, в общем, отличное издание, как всегда у азбуки. Все отлично было. Также оно в термопленке. Ссылку, где приобрести, я оставлю в описании. Кто вообще даже не знает, сразу берите две книги, потому что комикс стоит покупки. Ну, а теперь, собственно, о самом комиксе. Такая у нас обложка. Здесь у нас изображена Джейсика Дент, по-моему. Это Харви... Ой, Джим Гордон. Это Киллер Крок. И Альфред Пенни Уорд. И сам Бэтмен. Что касается обложки. Предыдущая книга у нас закончилась тем, что... Главными там врагами, я уже даже не помню давно, потому что выходило, это был Кабалпот и такой убийца, как же его звали, честно не помню, который убивал чисто по празднику. То есть там какая-то была дата, день рождения, и вот он убивал именно в эту дату. У него еще такой как мешок на голове, маска. И он убивал маленьких девочек, по-моему, так. И вот закончилось у нас все смертью Освальда Кабалпота, которого убил Альфред Пенни Уорд. Но если бы он этого не сделал, то, собственно, пингвин у нас бы убил самого Брюса Уэйна. И вот, собственно, опять начинается, как и первая книга, опять Бэтмен борется с преступностью. И теперь у нас главные такие события происходят вокруг, так сказать, загадочных убийств людей. И как бы единственный почерк этого убийцы, это то, что он оставляет всегда знак вопроса. Ну и уже как понятно, да, что это у нас главный будет здесь враг этого комикса загадочник. Также появился у нас здесь новый персонаж, это Харви Дент. Он же потом, да, как дальше происходит, двуликий. Ну, такой Джим Гордон отлично сделанный. Что касается рисунка, то тоже все шикарно. И вот чем мне нравится в Земле 1, то, что здесь Альфред такой, знаете, как сказать, жесткий, да, такой учитель Бэтмена. Например, в Нью-52 от Скотта Снайдера Бэтмена, он там такой, как бы, интеллигент, да, ничего не происходит, ничего не делает особого такого. А здесь он такой, как, наоборот, он сам Брюсу Уэйну, да, Бэтмену говорит, убей же, наконец, кого-нибудь, чтобы тебя боялись, себя, как бы, наталкивает, да, чтобы Бэтмен, он же никого не убивает. И вот он ему постоянно давает, чтобы тебя все боялись. Но, к сожалению, Бэтмен его не слушает. Вот, еще раз говорю, рисунок шикарнейший. Вот, нравится мне, как здесь, именно в этой серии, изображают Бэтмена. Мне, кстати, Земля 1 нравится больше, чем вот этот Нью-52, да, суд сов, там, город сов, смерть семьи как раз скоро уходит. И теперь, что касается киллер-крока, вот, собственно, сам киллер-крок, я вообще привык, что, ну, киллер-крок должен быть таким убийцей, да, противником Бэтмена. Здесь же в комиксе его изобразили, ну, как, ну, можно сказать, нейтральным, что ли, персонажем. Он, как бы, и не убивает Бэтмена, да, ничего ему не причиняет. Я все-таки думал, что он его убьет. И здесь еще такой момент про Харви Дента, да, который у нас становится двуликим. По идее, он там химикатами его, да, должны были обжечь, и потом он, как бы, свихнулся и становится уже злодеем. То есть здесь, в этом комиксе Харви Дента поджигают какой-то бутылкой. Вот здесь как раз момент. Ну, и, собственно, вот он лицо сжигает, и в результате чего он умирает, то есть он не будет никаким двуликим. Хотя, возможно, будет потом еще и в третьей книге, если ее напишут. Ну, я надеюсь, напишут, потому что комикс шикарнейший, мне очень понравился. Еще раз говорю, больше нравится, чем, собственно, комикс, извините, 52, вот этот Бэтмен. Ну, и сам Загадочник вот такой, вот так он выглядит. Нравится мне, как Загадочника в сериале изобразили Готэм и Пингвина. Вот именно Пингвин и Загадочник тащат этот сериал. Вот они отлично играют свои роли. Здесь, конечно, немного другой Загадочник, и в конце нас ждет вот такая Женщина-кошка. Все-таки это, наверное, намек, что будет продолжение, где появится Женщина-кошка. Ну, и тут у нас, кстати, никакие галереи обложек, ничего дополнительных материалов нет. А здесь у нас вот рекламки комиксов, которые выходили. Кстати, у меня еще вот лечебница Архом. Нет, не знаю, вот покупать, не покупать. Что-то как-то мне рисунок там не очень нравится. Тихо есть, это и есть. Бэтмен, ой, Супермен экшн-комикс я покупать не буду. Как-то не знаю, Гранд Моррисон мне охота читать. Супермены у меня вот, кроме вот этого, есть, All Stores. Бэтмены. И тут у нас Сэндмен. Тоже как-то, не знаю, мне не очень нравится Сэндмен, песочный человек. Вот такой комикс под названием «Бэтмен. Земля 1. Книга 2». Всем рекомендую прочитать. Если вы не читали первую книгу, то начните, конечно, с нее. Стоящий комикс. Ну, и, надеюсь, Джефф Джонс, собственно, как выпустили Супермен. «Земля 1. Книга 3». Выйдет и «Бэтмен. Книга 3». Уж очень хороший комикс. Ну, вот, собственно, и все. Ссылки я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok